МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск и в начале коротко о главном. Пассивная 2021. Первый заместитель Акима области Марат Асмагомбетов ознакомился с ходом весеннеполевых работ в регионе. 21 мая – День работника культуры и искусства. В честь праздника в Петропавловске наградили более 50 представителей сферы. Год назад в инфекционную больницу поступили первые пациенты с COVID-19. Как североказахстанские врачи на протяжении многих месяцев борются с опасной инфекцией, узнавали наши корреспонденты. Президент Республики Казахстан Касымжомар Тукаев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Его председатель в первую очередь остановился на последствиях пандемии и акцентрировал внимание на предстоящих совместных делах. Меры, принятые во время борьбы с пандемией, сказал глава государства, прервали процесс глобализации и изменили структуру в экономическом мире. Сложная ситуация усугубляется торгово-экономическими конфликтами между крупнейшими экономиками мира. При этом мировое сообщество столкнулось с более сложными проблемами. Эпидемия показала слабые стороны системы здравоохранения и глобальной мировой экономики. Глава государства подчеркнул важность массовой вакцинации для восстановления экономического развития. С февраля этого года в Казахстане активно проводится вакцинация населения российской вакциной «Спутник Ви». «Благодаря помощи России в нашей стране налажено производство этого препарата», отметил президент. «Это яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Мы дополнительно выпустили отечественную вакцину «Казвак». Таким образом, Казахстан стал одним из 10 государств, выпустивших вакцину». Почетный председатель Совета Нурсултан Назарбаев отметил, что главам стран необходимо уделить особое внимание нескольким вопросам. Мир может скоро почувствовать нехватку продовольствия. В этой связи Ельбасы призвал эффективно использовать огромный потенциал стран Союза. Ожидается, что к 2030 году спрос на продовольствие вырастет не менее чем на 35%. Это тревожная тенденция. Каждая из наших стран обладает необходимым потенциалом для увеличения объемов производства продовольственных товаров. Тем не менее, ограничительные мероприятия по защите внутреннего рынка могут сдержать развитие агропромышленного комплекса и привести к продовольственному дефициту. В ходе совещания выступили руководители Белоруссии, Кыргызстана, России, Узбекистана. Александр Лукашенко выразил намерение, что следующая встреча пройдет в традиционном формате, а не онлайн. 35% от всей посевной площади региона уже посеяно. Это составляет более миллиона гектаров. Первый заместитель Акима области Марат Асмагомбетов с рабочей поездкой побывал на полях Козелжарского района. Как проходят весенние полевые работы, расскажет наш корреспондент. Несмотря на то, что снега было много, влаги на полях недостаточно. А потому сельхозформирование проводят все необходимые влагосберегательные технологии. Наблюдается динамика в этом году по применению минеральных удобрений. Из планируемых 160 тысяч тонн на сегодняшний день приобретено уже 148. Семена и минеральные удобрения, и соблюдение всех агротехнических мероприятий и сроков приведет к устойчивому уросту в аграрном секторе. В этом году процент сортообновления семян составляет 9%. Это говорит о том, что наши хозяйства стали больше приобретать элитных семян. Эти поля ТОО «Сервис Жарс» засеивают рапсом. Посевная площадь сельхозформирования в этом году составила около 12 тысяч гектаров. В паровое поле. Мы на сегодняшний день где-то 45% посевов по всей площади посеяли. Что касается влаги, да, действительно у нас в этом году с влагой никто не балует. Погода наша не балует сегодня. Что есть, то есть. Будем надеяться на хорошее. В ТОО «Элти Гарант» от всей посевной площади засеяли 30%. Минеральные удобрения завезли, с топливом проблем нет, техника на ходу, рассказывает аграрий. В основном сеем сейчас масличные. В этом году на 10% увеличим, так как спрос на масличные в этом году как бы рынок диктует, что цена хорошая. Ну, по влаге, да, действительно сейчас дефицит влаги. По сравнению с прошлым годом, в прошлом году я помню 22-го прошел сильный дождь, мы на два дня стояли, а в этом году не намечается, намечается жара. Так что я думаю, посевную-то мы посеем с влагой, только вот будет проблема с влагой. Мерами государственной поддержки охвачены практически все аграрии. На развитие растеневодства из бюджета выделено 17 миллиардов тенге. Эти средства направят на субсидирование. В виде льготных кредитов только через финансовый институт и Казагра выделено 14 миллиардов тенге. Все это сопутствует развитию сельского хозяйства. Наталья Итова, Рустам Клювжанов, Служба новостей. Площадь посевных сельскохозяйственных культур в этом году составит около 210 тысяч гектар. Первый заместитель Атима области Марат Асмагомбетов встретился с аграриями района. В ходе встречи он ознакомился с ходом весенних полевых работ и посетил молочно-товарную ферму. Как развивается сельское хозяйство Акаинского района, расскажет наш корреспондент. Примерно треть от намеченных посевов выполнена в разгар посевной кампании. Одна из главных ролей отводится сельскохозяйственной технике. В текущем году в районе планируется закупить 109 единиц техники. На сегодняшний день приобретено 26. Конкурентоспособную экономику невозможно создать без развития сельского хозяйства, отметил Марат Асмагомбетов в беседе с аграриями. 35% посевов сегодня по области засеяно. Это порядка 1 миллион 400 тысяч гектар. Это много, да? Ну, в принципе, мы уже к оптимому подходим, поэтому здесь же есть и масличные культуры, поэтому процент большой. Мы же масличные культуры начали уже сеять 9 мая, после 9 мая, поэтому... Да, а сейчас в основном прибавка идет по зерновой группе, потому что уже и паровые фоны подошли. 45% ПТО у нас сейчас посев сделан. По масляничке 38, по пшенице 52. Во всяком случае, по удорвению посевов здесь вопросы все решены. Рабство закончили уже сейчас. Лен остается, пшеница, кукуруза завтра заходит. Добиваем. Мы вышли сегодня уже, на утро вышли 1800 сутки сеют. Здесь 17 тысяч посевная. Поэтому, я думаю, где-то числа 26-го, даже, может быть, Течмень придется придержать еще чуть подальше, вот сеть, вот то, что с удобрениями связано все. В прошлом году агроформированиями района приобретено минеральных удобрений в объеме 6,4 тысячи тонн. На сегодняшний день заключено договоров на приобретение 10 тысяч тонн. На сегодняшний день район обеспечен ГСМом 100%, удобрения заключили на 115%, 117%. Семена все подработаны, первого, второго класса протравлены 100%. Проблем нет, я думаю, что на сегодняшний день. В Акраинском районе 90 сельскохозяйственных предприятий занимаются развитием животноводства. Расширяется молочно-товарная ферма ТО Иван Зенченко в селе Ленинское. На сегодняшний день здесь производят 14 тонн молока. В перспективе развития фермы до 2200 голов скота. Сейчас готовим базу, вот она, у нас скот стоит на карантине. Это стоит 400 голов. Мы думаем, в течение 10 дней мы эту базу заканчиваем. И идет строительство в этом году. Мы заканчиваем полностью весь шлейф этого комплекса, еще телятик для 500 голов. Поэтому в перспективе мы надеемся на то, что на этом комплексе будет стоять со всем шлейфом с телятами, коровами. Бычки у нас уходят после первого месяца. Будет стоять 2200 голов скота. Численность поголовья сельскохозяйственных животных в районе ежегодно увеличивается. Наталья Итова, Рустам Тлюжанов, Служба новостей. 21 мая работники культуры Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю в областной филармонии состоялось торжественное мероприятие. Более 50 человек удостоены грамот и благодарственных песен. От имени главы региона присутствующих поздравил его заместитель Ганин Игеметов. Подробности далее. Яркие улыбки, обворожительные образы и радость, которую они приносят миру своими талантами. В областной филармонии собрались люди, которые внесли вклад в культурное развитие Северного Казахстана. Уже более 20 лет Елена Луценко является солисткой ансамбля «Казалжар». По словам женщины, она черпает вдохновение от публики. Ведь каждый выход на сцену – это встреча с неравнодушным слушателем. Певица удостойна нагрудного знака Мадинет Саласн-Сдега. Всегда выступала, всегда смотрела телевизор, пародировала там Сафира Тару, Аллу Пугачёвой. Всегда хотелось быть на них похожими. Ну вот, как бы шла по этой дорожке и добилась какого-то успеха. Новый репертуар, новые любимые песни. Ну и встреча со зрителем, мы всегда ждём её. Потому что выходишь, видишь отдачу от зала, видишь эти глаза, наполненные любовью. Ну и как-то вот всегда хочется снова и снова выходить на сцену. Наталья Синдянкина работает в сфере культуры более 20 лет. Она отмечает, что данная деятельность – это призвание. Потому любовь к своей профессии напрямую отражается на конечном результате. Я считаю, что работники культуры – это люди праздника. Это люди, которые всегда должны быть с хорошим настроением, позитивом, заряжённые. Потому что от того, насколько мы понесём людям вот это добро, вот это хорошее настроение, зависит многое. Когда мы вместе, мы едины, мы непобедимы. Эту истину никто никогда не уберёт. Пусть в жизни каждого из нас будет много радости, много счастья, много добра. В торжественном мероприятии принял участие заместитель Акима Северокростанской области Ганин Нагометов. Лучшим представителем сферы он вручил благодарственные письма от главы региона, почётные грамоты Министерства культуры и спорта и нагрудные знаки Мадинет Саласан-Сдега. Не бывает, наверное, процветающего, высокоразвитого государства без высокоразвитой культуры. А культура – это понятие очень большое, обширное. Сюда могут войти это и воспитание, это и образование, это и духовно-нравственное развитие человека. Вот вы сегодня культурная элита нашей области. Вы каждодневно вносите свою лепту в развитие нашей страны, в культурное развитие нашей страны. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов. Культурное развитие казахстанцев – это вклад в духовное будущее всего государства. Стоит сказать, что нагрудными знаками, благодарственными письмами и грамотами удостоено более 50 человек. К слову, в сфере культуры в нашей области трудится более 2000 работников. Тамерланд Леубаев, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. Депутаты областного Маслихата на четвёртой внеочередной сессии утвердили проекты генерального плана города Петропавловск, внесли корректировки в бюджет области и рассказали о новом порядке поддержки медицинских работников. Какие подъёмные теперь им полагаются, решили ли проблемы с генеральным планом и куда направят дополнительные деньги из бюджета, расскажет Илья Кудряков. Генеральный план застройки города Петропавловска до 2035 года выносился на обсуждение не раз. И всегда общественные деятели и депутаты вносили в него изменения. Насчитали 27 вопросов в адрес застройщика. Казалось, что проект так и не примут, но разработчик учёл все замечания, пожелания и сегодня на областной сессии Маслихата депутаты единогласно поддержали инициативу. Были выисканы замечания о неполном предоставлении информации касательно проекта генерального плана. В этой связи хочу заявить, что в данном документе имеются разделы, которые в целях безопасности горожан закрыты для широкого общественности. Это инженерно-коммуникационные сети, связь, электричество, водоснабжение. Все мероприятия, отражённые в проекте генерального плана и связанные со строительством инженерной и коммуникационной инфраструктуры, согласованы с лицами, осуществляющими свою деятельность в данных направлениях. Ещё один вопрос на повестке дня – это уточнение затрат из республиканского и областного бюджетов. Увеличение расходов на повышение заработной платы медицинского персонала, приобретение оборудования для колледжей, увеличение оплаты труда педагогов, развитие спорта, строительство объектов здравоохранения – это далеко не все примеры, куда направят дополнительные средства. Строительство объектов образования – 540 миллионов тенге, строительство в рамках дорожной карты занятости – 426 миллионов тенге, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда в рамках программы жилищного строительства «Норожел» – 3,442 миллиона тенге, развитие дорог – 2,186 миллиона тенге, предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей – 200 миллионов тенге, субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам предпринимательства – 2,784 миллиона тенге. Также на рассмотрение сессии вынесли вопросы о социальной поддержке медицинских сотрудников. На сегодня в нашей области не хватает больше 250 специалистов. Наиболее востребованы врачи общей практики, акушеры-гинекологи, кардиологи, педиатры. Требуются они почти во все районы и областной центр. Чтобы решить эту проблему, местные власти предприняли ряд необходимых мер. Если раньше подъемные получали специалисты, которые ехали работать в сельскую местность, то с этого года правила изменились. С решением Северо-Казахстанского областного маслехата подъемные пособия в размере 1,5 миллиона тенге стали получать и специалисты, прибывающие не только в сельскую местность, но и в городские медицинские учреждения. С целью увеличения привлечения молодых специалистов и уменьшения дефицита врачей в нашей области, Акимов области, на отчетные встречи с населением 12 февраля 2021 года, было дано поручение об увеличении мер социальной поддержки для прибывающих молодых специалистов с 1,5 миллиона тенге до 2,5 миллиона тенге. Такая поддержка поможет решить проблему с дефицитом. В этом году хотят привлечь уже 128 специалистов. Тот, кто получил выплату, будет обязан проработать в медучреждениях области 5 лет. Если же этого не случится, то врач будет обязан вернуть полученные деньги. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, Служба новостей. Более года назад в инфекционную больницу Петропавловска стали поступать первые пациенты с COVID-19. Врач-инфекционист Галия Сыздыкова наряду с другими коллегами, врачами и медсестрами, была на передовой борьбы с опасной инфекцией. О нелегких буднях людей в белых халатах, методах борьбы с болезнью и мерах профилактики в материале наших корреспондентов. Нелекарственные протоколы лечения на тот момент, когда стали поступать первые больные, в основном бессимптомные, с положительным ПЦР-тестом, наши врачи-инфекционисты еще не сталкивались с подобным. Особый пик пациентов пришелся на май-июнь, когда заполняемость в боксах стала стопроцентной, говорит Галия Сыздыкова. Больные все поступали и поступали. Не знали точно, какие препараты назначать и как может себя вести эта инфекция, какие могут быть осложнения. И когда начали поступать пациенты, именно с симптомом дыхательной незостаточности, который требует кислорода, терапия, это было уже на самом деле страшновато. Протоколы диагностики лечения обновлялись несколько раз. Врачи были в поиске. Как оказалось позже, основное лечение – это терапия, направленная на разжижение крови, чтобы не было образований тромбов. Ведь главное – опасность и осложнение от вируса тромбообразования. Именно в этот период, летом 2020 года, количество смертей от последствий COVID было самым высоким. Видя столько много тяжелых и приводящих к смерти, я думаю, сейчас вопрос, который касается вакцинации, очень актуален. Потому что любая инфекция, она подавляется. То есть эпидемия, когда вырабатывается коллективный иммунитет. А коллективный иммунитет вырабатывается только, когда большая прослойка населения будет или переболела, или вакцинирована. Врач-инфекционист из Петропавловска считает вакцинацию действенной профилактической мерой против опасной инфекции. Хотя лекарство от COVID так и не появилось. Однако вакцина, считает врач, поможет выработать коллективный иммунитет и хотя бы снизить количество заболевших. На сегодняшний день в регионе около 70 тысяч граждан уже получили первый компонент вакцины против коронавируса. Елена Горбань, Служба новостей. Полицейские оперативно раскрыли квартирную кражу. Семейная пара из Петропавловска стала жертвой воровства. Пять лет назад в доме горожан уже побывал незваный гость. Интересен тот факт, что и в этот раз подозреваемый оказался тем же самым. Подробности далее. В конце апреля жители рабочего поселка, вернувшись домой, увидели разбитые стекла. В доме побывал посторонний. Я приехал с работы, когда узнал, что об окраске. Раз сюда руку. Бах. Деньги на месте. Можно поставить? То есть они даже сюда не залезли. Там что-то вон, дверь выломали. Полицейские установили подозреваемого, 45-летнего гражданина, ранее судимого за аналогичные преступления. Похищенный ноутбук и колонку изъяли в его квартире. Три золотых кольца в ломбарде. Сумма ущерба составила 200 тысяч деньги. Мы очень благодарны. Нам все вернули. Преступника поймали. Мы очень благодарны нашим сотрудникам Петропавловской, что у нас так милиция работает быстро. В 2016 году подозреваемый уже побывал здесь в отсутствии хозяев и также задержан по горячим следам. Тогда он вернул похищенное за исключением пилы болгарки. Уверял, что этого инструмента не брал. Неполное возмещение ущерба лишило его надежды на примирение. Он провел в местах заключения два года. Освободившись, совершил еще одну кражу. Отбыл новый срок. С начала текущего года наблюдается снижение регистрации квартирных краж. На сегодняшний день зарегистрировано 196 фактов. Из них окончено производством 120. Рекомендуем устанавливать камеры видеонаблюдения в подъездах и во дворах домов, сдавать по возможности сигнализацию квартиры. В целях предупреждения данного вида преступлений на территории Североказахстанской области с 19 по 21 мая проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира». Наталья Аитова при содействии пресс-службы департамента полиции. Приемные на дороге. Под таким названием проходит акция по всей стране. Сотрудники полиции оказывают консультативную и правовую помощь населению. В этом году впервые проходит в онлайн-формате. Подробности далее. Акция стартовала по инициативе министра внутренних дел Республики Казахстан. Продлится два дня. В прямом эфире сотрудникам заданы вопросы, касающиеся проблемы обеспечения дорожной безопасности, организации дорожного движения, госуслуг по регистрации автотранспорта, порядка получения водительских удостоверений, а также уплаты штрафов за административные правонарушения. Данная акция в этом году проходит в немножко другом формате, в режиме онлайн. Поэтому мы будем выходить в эфир в течение дня в четыре раза. Поэтому прошу вас, подключайтесь, пожалуйста. Какие-то будут вопросы, можете их задавать в режиме онлайн. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Прямые эфиры ведут на официальных страницах и аккаунтах Департамента полиции Североказахстанской области в социальных сетях, в Facebook и Instagram. В день запланировано по четыре выхода в эфир, длительностью не менее 40 минут. Граждане активно приняли участие. Особенно волнующим оказался вопрос безопасного движения на дорогах. В данный момент в городе Петропавловске начат уже ямочный ремонт. На сегодняшний день более 900 квадратов уже сделано ямочного ремонта. Эта работа будет продолжаться. Все те ямы, которые присутствуют в городе, они обязательно будут сделаны. На это местные исполнительные органы выделили средства. Также все желающие могут звонить в колл-центр по номеру 61-25-26 и задать все интересующие вопросы. К слову, за последние два года в рамках приемной на дороге североказахстанским полицейским поступило свыше 5000 различных вопросов, информаций и пожеланий. Мадина Нуркина, Служба новостей. Все больше предпринимателей областного центра присоединяются к проекту АШИК. На 21 мая в Петропавловске QR-коды получили 56 объектов бизнеса. Об этом сообщил директор Палаты предпринимателей Североказахстанской области Арман Уразгулов. Напомним, что использование приложения дает возможность объектам бизнеса работать вне зависимости от ограничительных мер и даже в условиях локдауна. Интерес к приложению проявляют и организации, занимающиеся проведением спортивных мероприятий, а также музеи, библиотеки и колледжи. На сегодняшний день в Палату предпринимателей поступило около 30 таких заявок. Также в Палате отмечают, что много вопросов поступает относительно того, как быть в тех случаях, когда клиент забыл телефон или у него не установлено приложение. В таких случаях сотруднику заведения доступна функция охранник. Для того, чтобы получить доступ к данной функции, представитель бизнеса должен обратиться в службу техподдержки и предоставить данные сотрудника, который будет работать в режиме охранник. После получения прав сотрудники могут самостоятельно проверить статус клиента. Для этого сканируется штрих-код удостоверения личности клиента. Либо можно вручную вбить ИИН посетителя. Переходим в первый класс. Сегодня у учащихся предшколы радостный день. Они выпускаются и готовы вступить в осознанную учебную жизнь. В средней школе номер 42 64 ребенка заканчивают подготовительную группу. В средней школе номер 42 ребенка можно дать как в русскую группу, так и в казахскую. В этом году выпускаются три подготовительных класса. Учителя создали все условия для подготовки ребят к предстоящей школьной жизни. Также сегодня прозвучали наставления и поздравления от директора школы. От коллектива средней школы номер 42 всех моих коллег, родителей, а также учащихся с окончанием учебного года. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. В традиционной форме мы сегодня проводим праздник. Это прощание с предшкольной группой. Этот день ждали не только дети, но и их родители. В этом году сын Натальи Кирюхиной заканчивает нулевой класс. Она очень благодарна учителям. Хотим поздравить коллектив и администрацию школы с окончанием учебного года и поблагодарить за добросовестную работу, профессионализм, терпение и заботу о наших детях. С 2009 года здесь обучаются на двух языках. К слову, сегодня в школе 780 учеников и 54 преподавателя. Айман Кузимбаева, Реймбек Бегужаев, Служба новостей. Более тонны мусора собрали североказахстанские учащиеся колледжи в рамках ежегодной акции «Чистый лес». В сборе мусора приняли участие команды семи среднеспециальных учебных заведений областного центра. Всего порядка 129 человек. Моя коллега подробнее. Акция «Чистый лес» традиционная. Семи командам предстояло собрать как можно больше мусора в Мещанском лесу. Так, организаторы Управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона и молодежный маслихат хотят воспитать у молодежи чувство бережного отношения к природе. Леса занимают 5% всей территории области. Все они разделены на участки. Отвечают за их сохранность лесники-инспекторы, на каждого из которых приходится от 3 до 3,5 тысяч гектаров лесной территории. Уследить за ней одному человеку крайне сложно. Население отдыхающие делится на два типа. Одни выезжают на природу и после этого оставляют за собой мусор. Некоторые в поселках не хотят вывозить на полигон, а едут на машине и выкидывают уже мусор в лесу, потому что там лесник не может это все в одно время посмотреть. И тем более еще участки раз большие, там переезды, у нас же колочные леса, и там площадь еще больше получается. Сами учащиеся колледжи охотно принимают участие в данной акции. Для многих из ребят это не только возможность подышать свежим воздухом, но и внести свой вклад в очистку леса. Мы с ребятами решили поехать на акцию по очистке Мещанского леса. Дело это благородное, нужно очищать наши леса, это наша земля в конце концов. Чистим лес, чтобы было меньше мусора, отлично проводим время. В основном мы находим пластик, резина, шины, седра всякие, конструкции сделаны из дерева. По итогам двухчасовой акции собрана одна тонна 273 килограммов мусора. Победителями стали команды колледжа железнодорожного транспорта, Североказахстанского профессионально-педагогического и гуманитарно-технического колледжей. Ребят наградили дипломами и ценными призами. Анастасия Дроняк, Рустам Тлюжанов, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова